Добрый день! Мы с вами начинаем очередную встречу, посвященную графическим занятиям по матлогике теории алгоритмов. Давайте, как всегда, начнем с технических вопросов. Все ли в порядке со звуком и с изображением? То, что сейчас написано на доске, не имеет к нашей встрече отношений. Я сейчас это уберу, но в качестве тестовой штуки дойдет. Ага, да, Михаил, Дарья, я вижу, спасибо. Отлично. Значит, коллеги, тогда давайте потихонечку приступать. В прошлый раз у нас с вами было первое вводное занятие, посвященное во многом напоминанию о том, что вы и так знаете. Мы с вами определили, а может быть вспомнили понятие булевой функции, составили списочек основных стандартных функций и выписали некоторое количество тождеств, которыми мы в дальнейшем будем пользоваться для преобразования, универического преобразования булевых выражений. Значит, кроме этого, вы, наверное, видели, вам на групповой почте пришло условие первого ЭДЗ. Значит, открыт доступ к папкам, куда эти самые первые ЭДЗ можно сдавать. Срок я там обозначила довольно большой, типа до конца марта. Ну, это связано с тем, что в первую очередь сейчас не очень понятно, что и каким образом будет колебаться. Ну и плюс внезапно выяснилось, да, что следующий вторник – это 23 февраля выходной. Соответственно, после сегодняшнего дня следующая встреча у нас будет не на будущей неделе, а через неделю. Ну, короче говоря, с учетом всех этих обстоятельств я заложила срок сдачи первой ЭДЗ с большим запасом. Ладно, скажите, пожалуйста, коллеги, не появились ли у вас каких-нибудь вопросов с прошлой нашей встречи, каких-то вопросов вот по поводу того, что мы с вами обсуждали в прошлый раз? Что такое обдумываете? Давайте я с доски шлюю с этого. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Итак, коллеги, если вопросов нет, то тоже отпишитесь мне, пожалуйста, хотя бы два-три человека. Ага, вот Дарья, я вижу, спасибо. Дарья откликнулась первой. Ну, в принципе, довольно естественно, потому что, еще раз повторюсь, предыдущая встреча была откровенно вводной. Такой вот, не используя ничего сверхъестественного. Хорошо, хорошо. Значит, коллеги, дальше. Некоторый кусок нашей работы, как минимум сегодняшняя пара, а я думаю, что может быть еще и следующая, будет посвящена разным стандартным формам записи булевых функций. Причем мы с вами в рамках наших практических занятий будем обсуждать как минимум четыре разных способа записи. Естественно, это связано с тем, что все эти способы, различные способы, так или иначе заточены под решение различных задач. И первые две стандартные формы, которые мы с вами обсудим, будут иметь общее название DNF – дизъюнктивная нормальная форма. Из дизъюнктивных нормальная форма мы с вами рассмотрим две – совершенную, так называемую, SDNF и минимальную, так называемую, минимальную DNF. Значит, прежде чем это делать, естественно, нужно будет договориться о термин. Ну, давайте я сейчас сформулирую необходимое определение. Я полагаю, что, может быть, часть из них на лекции уже звучала. Да, коллеги, кстати, скажите мне, пожалуйста, просветите меня, что по этому поводу было. Дизъюнктивную нормальную форму DNF на лекции уже определяли или пока еще нет? Не было еще. Угу, вижу. Хорошо. Ну, тогда, значит, точно нужно будет определять. Итак, вот у нас есть булевая функция. Вообще говоря, функция о танк булевых переменках. Соответственно, это значит, что у нас есть произвольный набор x1 и так далее, xn, которому будет ставиться в соответствие значение нашей функции на этом наборе. Так вот, прежде всего мы будем называть литералом либо переменную, либо ее инверсию. Литерал – это, если хотите, простейшая единица, которая может быть вот в булевом случае. Либо переменная, либо ее отрицание. Дальше. Мы будем называть элементарным дизъюнктом. Иногда говорят элементарный дизъюнкт, иногда говорят элементарная дизъюнкция. Я привыкла говорить дизъюнкт. Ну, и наоборот, соответственно, элементарная конъюнкция, элементарный конъюнкт. Давайте, может быть, сейчас, да, коллеги, прошу прощения, да, я здесь написала d, а потом ее стерла. А сейчас будет видно, почему. Значит, давайте все-таки, да, не забегаясь вперед, я немножко сама себя подрезала, исправляюсь. Значит, ну, тогда нужно написать словами. Элементарная конъюнкция. Это произведение литералов. Элементарная конъюнкция – это произведение литералов. Вот, например, пожалуйста. Вот. Там. При этом понятно, что, говоря про произведение, я имею в виду конъюнкция, ну, и длина этого произведения может быть любой. Совершенная элементарная конъюнкция – это элементарная конъюнкция, которая содержит каждую переменную. В прямом виде или в виде инверсии. Соответственно, совершенная элементарная конъюнкция, в отличие от просто элементарной конъюнкции, содержит все перемены. Какие-то непосредственно, какие-то с отрицанием, как повезет. Скажите, пожалуйста, коллеги, вот у меня обсуждаемая функция, у которой n аргументов. Сколько для нее существует различных совершенных элементарных конъюнкций? Сколько существует различных совершенных элементарных конъюнкций? Вот для такой функции. Совершенная элементарная конъюнкция содержит все переменные, каждую либо напрямую, либо с отрицанием. Переменных у меня n штук. Да, вот написано. Соответственно, сколько различных совершенных элементарных конъюнкций существует? Да, Никита, вы совершенно правы. 2 в степени n. Ну, потому что у нас n, вообще говоря, независимых переменных. И для каждой из них, возможно, два варианта поведения. Либо она входит в конъюнкцию непосредственно, либо с инверсией. И там 2 венный вариант. Совершенно верно. Так вот, мы будем называть совершенной дизъюнктивной нормальной формой. SDNF. Это запись в виде дизъюнкции совершенных элементарных конъюнкций. Причем эти самые совершенные элементарные конъюнкции попарно различные. Ну, и тут такой тонкий момент, что иногда в определение добавляют требования, чтобы совершенно элементарные конъюнкции были упорядочены лексикографически. И тогда SDNF оказывается единственным. А иногда говорят, что упорядочены совершенно элементарные конъюнкции, может быть, как попало. И в этом случае говорят, что совершенная ДНФ, SDNF единственная с точностью до порядка элементарных, совершенно элементарных конъюнкций. Я не знаю, как конкретно в этом году будет формулировать Сергей Витальевич. Ну, давайте, например, мы добавим, что они должны быть лексикографически упорядочены. Раз я добавляю в это требование, это означает, что SDNF для моей функции будет единственным. Важная теорема заключается в том, что для любой булевой функции существует единственная SDNF. Обратите, пожалуйста, внимание. Я еще раз хочу привлечь к этому вас, что единственная она, потому что мы добавили вот это ограничение. И, естественно, если бы не требование к порядку, тогда говорить о единственности можно было бы ровно с точностью до порядка. Значит, коллеги, сейчас мы с вами сначала приведем парочку примеров, а потом обсудим два алгоритма построения SDNF. Давайте приведем пример. Значит, давайте у меня первый пример будет устроен следующим образом. Вот у меня есть функция, которая имеет такой вид, x, y. Как вы думаете, как будет выглядеть для этой функции SDNF? Значит, нам нужна запись в виде дизъюнкции, ну, формально говоря, нуля одного или нескольких различных совершенных элементарных конъюнкций, так, чтобы в итоге функция была устроена как надо. Вот для этой функции как будет выглядеть SDNF? Значит, прежде всего, раз у меня функция двух переменных, значит, в каждой совершенно элементарной конъюнкции два множителя. Ну, понятное дело, что поскольку переменных две, то всего совершенно элементарной конъюнкций может быть четыре. Либо обе переменные с отрицаниями, либо два варианта, когда отрицание относится только к одной переменной, либо вариант, когда обе переменные без отрицания. При этом мне нужно, чтобы в результате была равна та функция, о которой я говорю. Так как же будет выглядеть SDNF для конъюнкций двух булевых переменных? Да, коллеги. Молчание. Нет, сложно, пишет Дмитрий. Ну, хорошо, Дмитрий, давайте попробуем разобраться. Давайте попробуем разобраться. Давайте я сейчас напишу некоторую подсказку. Итак, у нас функция двух переменных. Это означает, что всего совершенных элементарной конъюнкций может быть четыре. Это понятно? Это понятно. Значит, это значит, что SDNF для моей функции F будет иметь вид А на х с чертой у с чертой плюс Б на х с чертой у, ой, не плюс, дизъюнкция, конечно, да? Дизъюнкция С, х, у с чертой, дизъюнкция Д, х, у, где А, Б, С и Д могут быть либо нулями, либо единичками. Вот понятно ли, что любая функция двух переменных имеет вот такую запись? Какие-то совершенно элементарные конъюнкции входят в запись, какие-то нет. Это понятно? Да, значит, всего совершенных элементарных конъюнкций четыре. Те, которые входят, входят с коэффициентом один, потому что в булевом случае ничего другого просто нет. А те, которые нет, те с коэффициентом ноль. Так, ага, Михаил, вижу, отлично. Итак, вот это общий вид, самый общий вид SDNF для функции двух переменных. Осталось понять, какие из коэффициентов должны быть нулями, а какие единицами, чтобы получилась вот такая функция. Да, я же не зря выбрала ее первой. Она довольно простая. Вот хотелось бы понять, как выглядит для этой функции. Совершенная дизиумтивная нормальная форма. Да? Из Ашек, Бшек, Сшек и Дшек что-то должно быть нулями, что-то должно быть единицами. Посмотрите, пожалуйста, на общий вид. Да, да, Никита, вы совершенно правы. Собственно, я, присущим мне коварством, выбрала этот пример в качестве первого, в частности потому, что это самая комьюнция, сама себе SDNF. Да? Ну вот, так удачно получилось, что эта функция уже записана в том виде, в котором нам и было. Замечательно. Давайте я приведу еще один пример, а потом мы с вами начнем говорить об общих алгоритмах. Опять-таки, вы хорошо понимаете, что раз я начала приводить какие-то примеры до того, как мы занялись алгоритмами, значит, это зачем-нибудь нужно. Ну вот, я очень надеюсь, что скоро будет понятно. Итак, второй пример, который я хотела бы рассмотреть, это будет тоже функция двух переменных. И это будет функция... И это будет функция... Ну, давайте х с чертой. Опять-таки, коллеги, да, я поступаю хитро. Итак, я предлагаю вам рассмотреть не х, а функцию двух переменных. Это означает, что общий вид ее SDNF вот такой. А это, в свою очередь, означает, что нам с вами нужно понять, какие из вот этих вот совершенных элементарных дизьюнтов войдут с коэффициентом 0, а какие с коэффициентом 1. Общий вид, вот он на доске записан. Ваше предположение. Как будет выглядеть SDNF для х с чертой, как функция двух переменных? Пожалуйста. Ага, Никита, замечательно. Действительно, да. О, прошу прощения, не тот маркер взяла. Действительно. х с чертой, у с чертой или х с чертой, у, это довольно легко понять по следующей причине. Если мы с вами возьмем вот эту вот SDNF, у нас с вами, помните, было свойство дистрибутивности, да, о том, что можно выносить за скобки множители. У с чертой или у, дизюнкция переменной, ну, а вернее выражение и его отрицание, это всегда единица. Так, в итоге получается х с чертой конъюнкция с единицей, то есть просто х с чертой. Так, коллеги, ну вот два примера, на которых может стать понятно, что вообще-то SDNF можно слепить вот из каких-то таких довольно простых соображений. По крайней мере, пока функция достаточно простая. С другой стороны, абсолютно очевидно, что делать это вот в режиме в приглядку, совершенно дикая вещь. В том смысле, что раз уж это SDNF есть какая-то пореза, то наверняка есть и нормальные способы построения этого SDNF. И они, конечно, есть. Сейчас мы с вами обсудим два алгоритма построения SDNF. Прежде чем мы это сделаем, естественно, мне придется стереть с доски. Есть ли какие-то вопросы по написанным определениям и предложенным примерам? Есть ли какие-то вопросы? Дарья, Ника, вижу. Спасибо. Хорошо. Тогда давайте посмотрим на алгоритмы устроения SDNF. Спасибо. 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 Алгоритмы устроения SDNF. Первый алгоритм, который мы рассмотрим, это при помощи таблицы истинности. Прежде чем я начну рассказывать про построения при помощи таблицы истинности, я хочу попросить вас многочего. Мы с вами где-то вот в рамках наших предыдущих двух семестров совершенно точно произносили, я лично произносила слово индикатор. Ну, а если быть точным, индикатор множества. Вот давайте вспомним, что это такое. Я его обозначала так, забавно, такой толстой единичкой. И это была вот какая-то такая специальная функция. Попробуйте, пожалуйста, вспомнить. Что за функция называлась индикатором множества? Значит, на всякий случай, если вдруг вы совсем-совсем не помните, я, конечно, напомню. Но если помните, то это сэкономит нам немножко времени. Значит, помните ли вы, что такое индикатор множества? Не помните. Так, ну, Дмитрий, судя по тому, что вы единственный, кто откликнулся, а остальные просто молчат, вы, к сожалению, правы. Ну что ж, давайте я напомню. Давайте вспомним для начала, в каком контексте, в каком смысле вам, в принципе, попадало слово индикатор. Ну, было же в вашей жизни такое? Допустим, вы забыли с математической точки зрения. А вот в общем, где вы это слово встречали и что оно означало? Ага, вот. Ника, тем не менее, все-таки вспомнила. Да, Ника, вы правы. Это функция, которая определяет принадлежность элемента множеству. Каким образом? Как она устроена? Какие значения она выдает на этих самых элементах? Давайте я сдвинусь. Да, совершенно верно. Ура, все-таки кто-то помнит. Спасибо. Значит, индикатор множества – это функция, которая равна единице в точке, которая лежит в множестве, и нулю в точке, которая в множестве не лежит. Так, собственно, я собиралась вам напомнить, что вы, может быть, видели индикатор в химии, как такое вещество, которое имеет один цвет в нейтральной среде, другое – в щелочной, а третий – в кислой. А может быть, вы видели индикаторную лампочку, например, в приборе, которая горит, если прибор включен, и не горит, если он выключен. А может быть, вы смотрели мультфильм «Тайна третьей планеты» и видели там зверюшку по индикатору, которая была разного цвета в зависимости от того, какое у нее было настроение. Во всех случаях индикатор был устроен одинаково. Там, условно, фиолетовый цвет означало, что индикатор недоволен, фиолетовый, в крайнем. А отсутствие фиолетового света означало, что индикатор не испытывает этой эмоции. Там зеленая лампочка означает, что у меня компьютер заряжен. Если эта лампочка не горит, это значит, что он разряжен. Если фенолфтелин принимает малиновый оттенок, это значит, что он находится в щелочной среде. Если малинового оттенка нет, это означает, что он находится не в щелочной среде. Так и здесь. Два варианта поведения по конкретному признаку. Единичка, если точка Х лежит в множестве, и ноль, если она там не лежит. Отлично. А теперь давайте я сделаю следующее. Давайте я нарисую функцию, ну, скажем, трех переменных. Для примера. Х, у с чертой влечет, ну, скажем, х к сорок з. Да, функцию я взяла с потолка, совершенно неважно какая она, исключительно в качестве примера. Х, у, з, ну, и моя будущая функция R. Значение функции меня пока интересует не сильно. Меня пока интересует в основном заготовка под табличку. Да, помним, мы с вами договаривались, что аргументы, вернее, наборы аргументов будут упорядочены лексикографические. Вот я сейчас старательно соблюдаю на них лексикографический порядок. Соблюла. Замечательно. А теперь скажите мне, вот мы только что стерли с доски, значит, определение элементарной конъюнции и совершенной элементарной конъюнции. Давайте я напишу такую элементарную конъюнцию, просто х. Понятно же, что просто х – это индикатор какого-то множества точек, ну, вот в этом наборе. Скажите, пожалуйста, это будет индикатор какого множества точек? В каких точках функция х равна единице? Ну, вернее, не обязательно в каких, важно сколько. Сколько этих точек? В каком количестве точек вот эта вот функция просто х? Ну, это равно единичке. Конечно. Собственно, легко видеть вот эти четыре точки. Это четыре точки, в которых элементарная конъюнция равна одному. Так, ну, давайте я вот так вот напишу, чтобы покомпактнее было. Шикарно. А теперь давайте я напишу другую элементарную конъюнцию, ну, например, вот такую, х, у с чертой. Это что же индикатор какого-то множества? Какого? В каких точках, вернее, в скольких точках, давайте так, в скольких точках вот в этом пространстве моя элементарная конъюнкция х, у с чертой будет равна единичке? Конечно, Дмитрий, вы совершенно правы. Понятно, что это будут точки вида 1, 0, звездочка, да? Третья координата будет не будет. Ну, и, наконец, если передо мной совершенно элементарная конъюнкция, ну, например, вот такая. Это будет индикатор множества стоящего из скольких точек. Да, естественно, поскольку у меня функция трех аргументов, то совершенная элементарная конъюнкция, посмотрите, пожалуйста, коллеги, это принципиально важный момент. Совершенная элементарная конъюнкция вот хороша ровно тем, что она обращается в единичку, в единственной точке. Это индикатор одноточечного множества. Собственно, СДНФ в каком-то смысле этим и хороша, что она очень просто устроена. СДНФ – это просто дизюнкции индикаторов соответствующих одноточечных множеств. И в этом смысле она строится абсолютно механистично. Теперь давайте посмотрим на пример. Ну, вот я написала эту функцию. Давайте пользоваться тем, что это импликация. Значит, прежде всего, если посылка ложная, то импликация истинная. Соответственно, при х, равном нулю, посылка будет ложной. Здесь сразу единица. При у, равном единице, у с чертой равен будет нулю. Соответственно, вот так. Дальше. Второй вариант. Истина следует из чего угодно. Это означает, что если у меня х и з разные, то вот эта штука истинная, а значит и импликация истинная. Ну, х и з разные будут здесь. Ну, и остается единственная точка, в которой посылка истинная, а вывод ложный. Вот такая у меня получилась таблица истинности для функции R. Давайте мы, пользуясь тем, что мы только что поняли, построим для этой функции с ДНФ. Итак, прежде всего, нужно выбрать те точки, в которых наша функция равна единице. Выбрать точки альфа, в которых наша функция равна единице. Шаг второй. Давайте составим совершенно элементарные конъюнции для каждой такой точки. Ну, как составить такую совершенно элементарную конъюнцию? Давайте прикинем. Вот, например, мне нужна совершенно элементарная конъюнция. Мне, значит, нужно перемножить x, y, z, то ли с чертами, то ли нет, так, чтобы в этой точке она обращалась в единицу. Как вы думаете, коллеги, какая совершенная элементарная конъюнция будет равна единице в точке 0, 0, 0? Какая совершенная элементарная конъюнция будет равна единице в точке 0, 0, 0? Значит, вам, нам с вами нужно понять, куда навешивать отрицание и навешивать никуда-нибудь вообще. Да, вот Михаил совершенно точно пишет. Действительно, если мне нужна конъюнцию выражений, то чтобы произведение было единичкой, в смысле конъюнция, то каждый конъюнций должен быть равна единице. Ну, а раз сама переменная равна нулю, значит, единица будет равна ее отрицанию. Ровно так же мы сейчас построим совершенно элементарные конъюнции для всех остальных точек. Давайте я напишу. Если хит равно нулю, то входит хит с чертой, а если хит равно единице, то в совершенно элементарную конъюнцию входит просто хит. Сейчас мне придется долго писать. Видите, я выбрала в этом смысле довольно утомительную функцию. У нее много точек, в которых она равна единице. Ну, ладно, сама написала, сама, значит, я буду мучиться. А вы вместе с собой. Вот мы с вами выписали совершенно элементарные конъюнции для всех трех, для всех семи, прошу прощения, для всех семи точек. Ну, а дальше осталось построить из ДНР. Для того, чтобы построить из ДНР, осталось применить дизъюнцию ко всем полученным выше совершенно элементарной конъюнции. Ну, и получится что-то такое. Значит, вот первое, вот второе, вот третье, вот четвертое, вот пятая, вот шестая, а вот седьмая. Вот такая получилась совершенная элементарная дизъюнция для той функции, которую я написала выше. Итак, алгоритм довольно привиальный. Если у нас есть таблица истинности, то мы выбираем те точки, в которых функция равна одному. Для каждой из этих точек строим совершенно элементарную конъюнцию, а потом, собственно, выписываем дизъюнцию этих совершенно элементарных конъюнций упорядоченных в лексике графически. Коллеги, что важно понимать? Во-первых, вот это. То, что совершенно элементарные конъюнции, это индикаторы одноточечных множеств. И, в принципе, СДНФ – это выписывание всех точек, которых функция равна одному, в явном виде. Понятно, что по совершенно элементарной конъюнции координаты соответствующей точки определяются элементарно. Второе, что необходимо понимать. СДНФ – далеко не кратчайший способ записи, особенно если речь идет о записи вручную. Собственно, даже на этом примере очень хорошо видно, что по сравнению с записью в исходном варианте строчечка получается гораздо длиннее. Но зато совершенно все можно прочитать про структуру этой самой функции. Ну, а как применять конкретно СДНФ для разных других более общих задач, мы с вами будем говорить чуть позже. Я думаю, что и на лекции вам об этом подробно будем говорить. Поэтому пока вот просто с технической точки зрения. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, понятен ли алгоритм построения СДНФ по таблице истинности? Понятно ли, что и как происходило? Так, Анна, вижу, Михаил, отлично, спасибо. Хорошо, хорошо, друзья мои. Тогда, значит, я хотела бы сейчас обсудить с вами второй алгоритм построения СДНФ, а после этого мы с вами, если успеем, обсудим, ну, естественно, разберем еще какой-нибудь примерчик. В смысле, вы решите, а я либо отвечу на вашу работу, либо удостоверюсь, что... О, работа, да? Я прошу прощения, коллеги, я немножко заговариваюсь. У нас сегодня довольно душно в помещении, и это осложняет функционирование. Значит, да, я не возникла на ваши вопросы, либо удостоверюсь, что вопросов нет. Ну, а после этого мы перейдем к минимальной ДНФ. Значит, вот такой примерно план. Итак, второй алгоритм построения СДНФ это при помощи алгебраических преобразований. Значит, второй способ. АП, алгебраические преобразования, я все время буду использовать это сокращение. Соответственно, вы тут тоже, естественно, можете его использовать, можно считать его в рамках нашего курса стандартным. Итак, вот у меня есть, чёрт знает, как устроена функция. Нужно привести её к СДНФ. Последовательность действий следующая. Сначала нужно избавиться от всех функций, кроме дизъюнкций, конъюнкций и отрицаний. Ну, легко написать «избавиться». Для того, чтобы это сделать, нужно, как вы понимаете, знать, как можно в этом месте преобразовывать стандартные функции. И здесь мы с вами сейчас делаем небольшое упражнение. Я хочу вместе с вами взять импликацию, эквивалентность, исключающую ими. Я думаю, что этого достаточно. И попрошу вас сейчас сделать следующее. Пока что необязательно строить именно СДНФ, хотя тоже можно. Давайте-ка всё-таки СДНФ я попрошу. Значит, с импликацией, вы знаете, промежуточное. Вот такое тоже, если мы его выписывали в конце предыдущего занятия. Но я вас хочу попросить вот сейчас самостоятельно построить именно СДНФ для этих трёх функций. Значит, на всякий случай, мы сейчас трактуем эти функции как функции двух переменных. Соответственно, построите для этих трёх функций двух переменных СДНФ. Естественно, проще всего это делать по таблице. Алгоритм построения по таблице мы только что обсудили, вопросов по нему не было. Соответственно, я надеюсь, что сейчас всё получится легко. Пожалуйста. Я не прошу прощения. Значит, я надеюсь, что сейчас всё получится легко. Значит, пожалуйста, построите СДНФ для вот этих трёх функций двух переменных. Естественно, можно строить в любом порядке, то есть не обязательно в том порядке, в котором они записаны. На 10 мы завтра записаны. Да, коллеги, я прошу прощения, здесь параллельный звонок идёт, на который нельзя не ответить. Итак, пожалуйста, СДНФ для вот этих трёх функций двух переменных каждая. По табличке. Так, значит, Кирилл пишет, ага, и Дмитрий тоже пишет. И это СДНФ для импликаций. Да. Так, ни х, ни у. Так, ай, не знаю, произойдёт такое. Ни х, ни у. Или ни х, и у. Или х, и у. Да, совершенно верно. Легко и непринуждённо. Импликация обращается в единичку в трёх точках из четырёх возможных. Единственная точка, в которой она равна нулю, это из единички следует ноль. Ну, и это соответствует совершенно элементарной конъюнции х и у. Ага, Дмитрий ещё и для эквивалентности сразу же построил. Да, и снова вы правы, Дмитрий. Эквивалентность означает, что единичка у нас в тех точках, где аргументы ведут себя одинаково. Двадцатого мы записаны на 11. Коллеги, одну секунду буквально, мне нужно организационный вопрос ответить. Да. Да, коллеги, прошу прощения. Ну, Дмитрий, да, понятно, что вы сейчас набираете в чате, поэтому не всё просто, ничего страшного. Главное, что вы, да, сами это отловили и… Или не совсем сами, сейчас я посмотрю, я проворонила. А, нет, Никита, да. Ну, да, здесь понятно, что вы, да, использовали амперсант, который обычно уж если используется, то для обозначения конъюнкции. Правда, Дмитрий, вот здесь я вас призываю всё-таки вертикальную черту для дизъюнкции не использовать. Вертикальная черта всё-таки зарезервирована для штриха Шефтера. Вот, и здесь, скажем так, это потенциально генератор непонимания между нами. Естественно, когда вы пишете в чате, я предлагаю писать просто вот так, диз, от слова дизъюнкция. Это, конечно, чуть дольше, чем набрать один символ, но зато не вызывает путаницы. Вот, но так, да, по поводу амперсанта, Никита прав, и, собственно, Дмитрий тоже, амперсант, если используется, то используется для конъюнкции. Хорошо. Значит, а между тем у нас построены два SDNF из трёх мною запрошенных. Для инфликации эквивалентности осталось победить исключающие или. А, собственно, Ника это уже сделала, и сделала это совершенно верно. Опять-таки, вы знаете, что исключающие или обращаются в единичку, если её аргументы разные. Поэтому вот так. Собственно, коллеги, это и есть рецепт того, как избавиться от всего, кроме дизъюнкции, конъюнкции и отрицания. Импликация эквивалентности иксоры. При этом не всегда обязательно изгонять их именно вот так. Например, для импликации. Вместо того, чтобы писать сразу SDNF, можно промежуточным образом написать вот это. Следующий шаг – это Деморган. Формула Деморгана, я напомню, позволяет избавиться от так называемых длинных отрицаний. Формула Деморгана позволяет избавиться от так называемых длинных отрицаний. Понятно, что в SDNF отрицание может относиться только к литералу. Поэтому, если вдруг у нас сохранилось что-нибудь вот такое, то Деморгану наперевес и избавиться от отрицаний над чем бы то ни было, кроме литералу. Третий шаг – давайте я сейчас опишу вот таким образом. Представьте себе, что у меня есть вот такая элементарная конъюнция, элементарная конъюнция А. А мне нужно добавить в нее переменную В. И здесь срабатывает один из наших избитых и любимых приемов алгебраических преобразований стандартных, сохраняющих равенство. Прибавить 0 или умножить на единицу. В данном случае умножить на единицу. Понятно, что А – это то же самое, что А умножить на 1. Единичку можно представить как дизъюнкцию В с чертой или В. Вы оставите только раскрыть скобки. А, В с чертой или А, В. Соответственно, все переменные, которых не хватает, можно добавить вот таким способом. Ну и, наконец, последний шаг – привести подобное. И лексикографически. Упорядочить. Значит, коллеги, я сразу обращаю ваше внимание на то, что тот алгоритм, который мы с вами сейчас записали, он решает любую задачу построения СДНФ по исходной функции при помощи алгорических преобразований. И, как всегда это бывает, если вы вдруг заметили, что функция устроена хорошо, боже упаси, не надо крутить универсальный алгоритм. Если вы увидели там какой-нибудь фунт, который позволяет выписать ответ быстрее, это же прекрасно, это значит, что вы молодец, хорошо разобрались в теме и эффективно использовали специфику задачи. Вот этот алгоритм из четырех шагов состоящий, он как раз на случай, если вдохновение отказывает. Тогда на помощь приходит ТИНФ. Ну и, пожалуй, на этом второй алгоритм можно считать описанным. Давайте применим его вот для нашего примера. Давайте применим его для нашего примера. Ну что, да, единственное, что у меня, конечно, наблюдается некоторый дефицит места. Ой, коллеги, я даже не знаю. Давайте так, я вас сейчас попрошу записать вот эту вот часть, собственно, само описание алгоритма. Потом я этот алгоритм сотру, и вот на этом, на освободившемся месте, я буду уже выписывать пример. Давайте договоримся с нами, хорошо? Значит, пожалуйста, напишите мне в чат, когда вот этот блок с доски можно будет стирать. Да, я вижу. Ника, отлично, спасибо. Тогда давайте, собственно, посмотрим, например. Ну что, x, y с чертой влечет x, x, z. Значит, прежде всего я воспользуюсь тождеством для импликации. Отрицание посылки или вывод. Вот сюда я применю Деморгана. А сюда я применю, ну, собственно, построение СДНФ для СОРА. x с чертой z или x, z с чертой. Значит, коллеги, вот теперь важная мысль. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту парочку. Если вы помните прошлую встречу, да, там у нас было такое тождество. А или АВ – это то же самое, что А. Это называется закон поглощения. Соответственно, для того, чтобы писать поменьше, прежде чем начать добавлять нехватающие переменные, я использую закон поглощения. Получится x с чертой или y, или x, z с чертой. Теперь нужно будет добавлять те переменные, которых не хватает. Ну что, x с чертой превратится в 4 штуки. x с чертой, y с чертой, z с чертой, или x с чертой, y с чертой, z, или x с чертой, y, z с чертой, или x с чертой, y, z. Аналогичным образом… Давайте я это как-то буду подчеркивать, чтобы можно было разобраться. Аналогичным образом y тоже превратится в 4 дизъюнта. x с чертой, y, z с чертой, или x с чертой, y, z, или x, y, z с чертой, или x, y, z. Ну и, наконец, x, z с чертой превращается в два слагаемых. x, y, z с чертой, или x, y с чертой, давайте, z с чертой, или x, y, z с чертой. Вот это я применила тот прием, который умножение на единицу и добавление потом недостающих перемен. Естественно, коллеги, я сейчас так подробно пишу, просто потому, что это первый такой пример, который мы разбираем. Если вы в процессе соответствующих выкладок видите, что какие-то штуки будут повторяться два айда, ну вот, например, x с чертой, y, z с чертой, вовсе не обязательно писать его оба. Достаточно один. Замечательно. Так, ну, собственно, осталось только привести подобное, прежде чем я это сделаю. Коллеги, вот до этого места. Все понятно? Ага, да, я вижу. Отлично. Ну, хорошо. Тогда, собственно, осталось привести подобное. Опять-таки, мы с вами помним, что а или а – это просто а, а, поэтому дизъюнкции двух одинаковых совершенно элементарных конъюнкций можно будет склеить. Ну, поехали. x с чертой, y, z с чертой, z с чертой есть. x с чертой, y с чертой, z. x с чертой, y, z с чертой. x с чертой, y, z с чертой уже был. Второй раз я его писать не буду. x с чертой, y, z тоже уже был. Значит, x, y с чертой, z с чертой. Или x, y, z с чертой. Или x, y. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, да, да. Достаточно легко видеть, что мы действительно получили с ДНР, которая соответствует той, которая была построена по таблице. Значит, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по вот этой возне с логибраическим преобразованием? Да, я вижу, спасибо. Хорошо. Значит, коллеги, тогда прежде чем просить вас решить небольшой примерчик, я хотела бы ответить на вопрос, который не прозвучал, но неминуемо должен возникнуть. А зачем? Зачем мы вообще возимся с алгебраическими преобразованиями в ситуации, когда есть такой элементарный способ с использованием таблицы? Зачем? Вроде бы построить таблицу, даже по формуле построить таблицу, а потом написать ответственность, она оказывается быстрее. Коллеги, ответ на этот вопрос какой? В данном случае мы имеем дело с учебной задачей, цель которой – научить вас пользоваться алгебраическими преобразованиями. Будут, будут у нас с вами вещи, которые делать символно заметно эффективнее, чем табличник. Но для того, чтобы это действительно было эффективнее, к этому моменту вы должны иметь на кончиках пальцев работу с преобразованием. Ну, сделать так, чтобы она у вас была на кончиках пальцев, можно только одним способом – организовать вам такой набор задач, на которых вы бы упражнялись это делать. Собственно, ровно поэтому СДНР вы будете строить алгебраическими преобразованиями тоже, хотя, повторюсь, конкретно для этой задачи это не самое интересное. Хорошо, хорошо, коллеги. Значит, упражнение, которое я вас попрошу сделать, выглядит довольно элементарно. Я сейчас выпишу для вас некоторую функцию и попрошу обоими способами построить для нее СДНР. Значит, причем, пожалуйста, сначала построите обоими, дальше, значит, ну, если они у вас сойдутся, тогда можно написать в чат, какой будет результат, и мы обсудим, правда это или нет. Ну, либо кто-то выяснит, что что-то понятное до конца, и тогда я дам еще какие-то дополнительные объяснения. Функция будет не очень сложная, функция будет такая. А пусть, собственно, и все. Да, мне совершенно не хочется вам ее отдельно усложнять. Вот какая-то вполне небольшая, вполне не страшная функция трех переменных. Значит, коллеги, я сейчас буквально на минутку отойду от чата. Соответственно, я вас озадачила, пожалуйста, построите СДНР для этой функции двумя способами. По таблице истинности. Естественно, для этого сначала придется запомнить табличку значениями функций и при помощи алгебраических преобразований. Значит, вот вы пока решаете, я через минутку вернусь и снова буду все время непосредственно вывести от чата. И так делать. Спасибо. 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 чат готов эта полоска подчеркивала заголовок но мне пришло в голову что кто-нибудь мог ошибочно распознать ее как отрицание относящиеся к выражению это конечно некоторые дефект обозначений который я надеюсь никому особо не помешал так спасибо Спасибо. Всякий случай, да, я традиционно напоминаю, что если есть какие-нибудь вопросы, их можно и нужно задавать. Ну, а если вопросов нет, тогда как только, да, результаты, полученные обоими способами, сойдутся, их можно будет публиковать. Спасибо. Так, ага, Михаил, значит. Значит, да, Михаил, совершенно верно, ответ, который у вас получился, он совпадает с моими представлениями о том, как должна быть устроена соответствующая функция. Да, хорошо. Значит, Михаил, я правильно понимаю, что вы прокрутили оба варианта, и у вас результаты, полученные обоими способами, сошлись? Только один. Ну, хорошо. Хорошо. Ну, да, там в одном месте не потеряно, но даже понятно, в каком. Вот, хорошо, хорошо. Значит, тогда, соответственно, пожалуйста, реализуйте второй вариант и, да, либо убедитесь, что со вторым вариантом тоже все в порядке, либо, соответственно, будем разбираться, где что не так. Значит, коллеги, я хочу обратить ваше внимание на то, что, в принципе, в чате появился ответ, там правильная источность, сюда небольшой опечатки. Вот, я думаю, что я могу вынести его на доску с тем, чтобы у вас было с чем сравнить. А могу и не выносить, собственно, даже не знаю. Выписать на доску ответ, чтобы вам было с чем сравнивать, или пока не надо, потому что это будет вас отвлекать. Как-то у меня нет определенного мнения по этому поводу. Ага, Кирилл, у вас сошлось. Отлично. Значит, у вас сошлись два варианта, полученные разными способами, или сошлось с тем, что написал Михаил? Я так-то немножко уточняю, с чем именно сошлось. С Мишиным ответом. Так, вы тоже пока успели только один вариант или оба? Обоими вариантами. Очень хорошо. Так, ну давайте мы сделаем тогда следующее. Я бы все-таки очень хотела, чтобы до конца сегодняшнего занятия все, кто пытается что-то сделать, значит, это свое пытается, реализовали должным образом. Поэтому, значит, давайте поступим так. Те, кто еще не доделал, пожалуйста, доделывайте. Мне нужно, да, либо убедиться, что у вас все в порядке, либо иметь возможность ответить на ваши вопросы. А те, кто уже справился, для вас я пока дам... Значит, сейчас я посмотрю. Да? Да, да. Значит, сейчас я дам дополнительное определение, ну и дополнительное задание. Значит, вот то, что я буду писать сейчас вот здесь, это только для тех, кто с sDNF уже подружился. Итак, мы будем называть минимальный ДНФ для функции дизъюнкцию элементарных конъюнкций. Ну, давайте я напишу так. В которой суммарно встречается минимально возможное количество литералов. Соответственно, если у нас есть выбор, скажем, между x и x или xy, то очевидно, что здесь литералов меньше, да, здесь всего один, а здесь вот раз, два, три. Мы с вами обсудим, как строить эти самые минимальные ДНФ. Значит, а пока что у меня просьба для тех, кто уже справился с sDNF. Возьмите, пожалуйста, да хотя бы вот тот же пример, который вы только что делали, вот этот, да, и попробуйте, попробуйте построить, давайте я здесь звездочку поставлю, попробуйте построить для нее минимальное ДНФ. Причем, коллеги, вы, как люди опытные, наверняка догадываетесь, что если вы будете строить, ну, скажем так, опираясь на вдохновение и интуицию, то некоторая проблема будет даже не только и не столько в том, чтобы эту минимальную ДНФ, в принципе, построить, сколько в том, чтобы объяснить потом, что она действительно минимальная. Ну, то есть понятно, что если она выглядит вот так, то меньше уже не получится. А вот если она выглядит как-то иначе, как-то более сложно, то объяснить, почему полученный результат именно минимальный, ну, это может быть, может потребовать определенных усилий. Соответственно, вот те, кто еще не закончил работу с sDNF, чтобы вы не скучали, вот вам пока задачка. Попробовать построить минимальную ДНФ вот для этой функции, ну, и обосновать, что полученный результат – это действительно именно минимальная ДНФ в том самом смысле, в котором мы ее только что определили. Ну, а все, кто заканчивает тест ДНФ, пожалуйста, заканчивайте. Я думаю, что вы можете либо, да, задавать вопросы, если вопросы появляются, либо порадовать меня сообщением, что с обоими способами все получилось, если мы получим. Значит, пока что вот у нас откликнулись только Михаил и Кирилл. Ну, а вот у нас есть вопрос. Спасибо. Так, ну что, коллеги, коллеги, пожалуйста, вот кроме Кирилла и Михаила, с которыми мне более-менее понятно, что происходит, отзовитесь, пожалуйста, прочие присутствующие. Как у вас? Вот здесь минимально возможное количество. Минимально возможное количество. Здесь минимальное, здесь возможное, а здесь, может быть, мелковато нарисовано решеточка. Я довольно часто заменяю этим символом, собственно, словечко-количество. Так, Ника, я правильно понимаю, что с S, B, N, F у вас все получилось, да? Оба способа прокрутились, ответ получился правильно. Хорошо. Значит, коллеги, у меня очень большая просьба, пожалуйста, отзовитесь. Да, значит, ага, Дарья тоже вижу. Супер, тоже оба способа, все нормально, все разложилось, никаких шероховатостей нет. Так, отлично, отлично. Ну, друзья мои, значит, по моим таким скромным подсчетам мы с вами должны заканчивать 17, то ли 0,5, то ли 10. Я так и не привыкла до конца к этому новому расписанию. Ага, Владимир, вижу, отлично, спасибо. Значит, поэтому я предлагаю делать следующее. Значит, в качестве домашнего задания у всех у вас есть ДЗ, в котором нужно строить, в частности, там, какие-то S, B, N, F. Вот, пожалуйста, в качестве домашнего задания каждый для своей функции построите, пожалуйста, S, B, N, F. Обойные способы. Значит, это первое. Второе. Ну, вот эта вот задачка остается как задачка к размышлению, в том смысле, что все, кто благополучно справился со СДНФ, вот можно попробовать подумать про минимальный ДНФ. Естественно, в следующий раз, я еще раз напомню, да, что следующая встреча у нас с вами через вторник, потому что ближайший вторник – это 23 февраля. Начнем говорить с минимальной ДНФ. Значит, да, еще один важный момент. Я написала про время для консультаций в почту, да, я запланировала пятницу 10 утра. Значит, давайте, коллеги, мы с вами договоримся так. В принципе, консультации не всегда набираются желающих, в частности, вот пока, пока у нас все довольно просто, может быть, необходимости в консультации нет, поэтому давайте мы договоримся так. Значит, если консультация будет нужна, вы мне пишете об этом не позже, чем в четверг, ну, скажем, там в 9 вечера. Да, вот в четверг после 9 вечера я проверяю свою почту в личном кабинете. И если есть хотя бы один заказ на то, чтобы консультация была, значит, я консультацию провожу. Если заказов нет, ну, тогда, значит, консультация не проводится, и мы с вами все дружно высыпаемся утром в пятницу. Так, значит, Кирилл предлагает минимальную ДНФ. Кирилл предлагает минимальную ДНФ. Так, сейчас, одну секундочку. Значит, Кирилл, тут такой нюанс. Ответ правильный. Умеете ли вы обосновывать, что это действительно минимальная ДНФ? Что уменьшить количество литералов нельзя? Да, понятно, что когда мы с вами разберем алгоритм, который позволяет это сделать, в обосновании корректности алгоритма будет содержаться объяснение того, почему получившаяся штука действительно минимальная. Но поскольку пока мы с вами это не обсуждали, ну, вот хотелось бы каких-нибудь идей по поводу обоснования. Ну, Кирилл, вы умеете обосновывать корректность карт-кармон? Или минимизирующих карт? Да, в этом смысле вы прекрасно меня знаете, да? Ситуация прочитал алгоритм, воспроизвел, меня не устраивает. Но, Кирилл, объяснить, почему работает? Естественно, объясните корректно, получите дополнительные плюсики. Это там не просто так. Но практически использовать не умею, почему работает, не знаю. Это не то, чего я от вас хочу. Понятно, что если говорить о каком-то минимуме минимуме, то практические вещи, в общем, некоторые можно на этом уровне пропустить. Но, скажем так, мне бы очень хотелось, чтобы вы хотели большего. Мне кажется, что это не то место, где можно ограничиваться плинтусом, когда вы можете летать. Как-то так. Но, тем не менее, да, ответ правильный. Что? Может быть, послужит для вас своеобразным одобрением. Хорошо. Хорошо, друзья мои. Значит, собственно, время у нас практически закончилось. Значит, соответственно, давайте мы поступим так. Есть ли у кого-то из присутствующих еще какие-то вопросы, которые вы хотели бы мне задать сейчас? Ника, вижу. Спасибо. Дарья, спасибо большое. Хорошо. Хорошо, коллеги. Значит, в таком случае сейчас я буду с вами прощаться и отпускать вас отдыхать. Значит, соответственно, у меня к вам традиционные перед всякими праздниками и выходными пожелания. Постарайтесь, пожалуйста, за это время действительно отдохнуть хотя бы немножко. Семестр у нас будет напряженный не только в связи с тем, что мы будем обсуждать какие-то не очень простые вещи. Поэтому, да, быть как-то более-менее в нормальном состоянии – это то, чего бы очень хотелось. Значит, если что, да, вы можете писать мне в личный кабинет, как всегда, да, можете писать с групповой почтой мне на личную почту. Ну, в общем, в этом смысле по сравнению с предыдущим семестром ничего не меняется. Хорошо, коллеги. На этом, я думаю, мы на сегодня можем заканчивать. Всем большое спасибо. Всего доброго. Ну, и до встречи либо на консультации, либо через две недели на паре. Всего доброго. Пока.